В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этого дня расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Причиной взрыва автомобиля в Рязани стала бомба. В городе появились 9 новых пунктов приема платежей за услуги ЖГХ. И профессоры РГУ написали первый учебник по географии, в котором Россия описана в новых границах вместе с полуостровом Крым. Громкое событие последних двух дней стали известны подробности взрыва автомобиля, который прогремел вчера на улице Свободы. В машине сработало прикрепленное к днищу взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Мощность рычатки, по разным сведениям, варьируется от 100 до 300 граммов по шкале тротилового эквивалента. Ее тип и способ управления пока достоверно не установлен. Очевидцы сразу заявили, что взрыв произошел под сидением водителя. В днище на этом месте образовалась дыра, на лобовом стекле появились множественные мелкие отверстия. Вчера днем на улице Свободы в центре города взорвался внедорожник Сузуки Гранд Витара, за рулем которого находилась председатель ряда ТСЖМ Светлана Грачева. Товарищества, находившиеся в ведении женщин, располагаются недалеко от места, где прогремел взрыв. Известно, что на протяжении нескольких лет Светлана Грачева судилась с одной из управляющих компаний. Также долгое время конфликтовала с поставщиком коммунальных услуг. ТСЖ «Авангард», который возглавляет Светлана Грачева, получил всероссийскую известность после взрыва бытового газа в доме в первом осеннем переулке. У Светланы Грачевой был серьезный конфликт с собственником котельной Дмитрием Трифоновым. Региональный отдел Следственного комитета по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», совершенное общественно опасным способом. Установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц, в том числе назначены взрывотехнические экспертизы. В качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей. В настоящий момент Грачева находится в областной клинической больнице. Потерпевшую прооперировали и заверили, что она будет не только жить, но и нормально ходить. В СМИ до этого появилось сообщение, что женщине ампутировали стопы, но официальный источник опроверг данную информацию. Расследование уголовного дела продолжается. К другим темам. В Рязани появились 9 новых пунктов приема платежей за услуги ЖКХ. Необходимость в их открытии появилась после того, как Почта России перестала принимать коммунальные платежи. Однако кассы и терминалы КВЦ оказались не готовы к наплыву посетителей. В результате образовывались очереди недовольных горожан. Коммунальные платежи без очередей. Этой мечте помогут сбыться 9 новых пунктов КВЦ, открытых в течение января. Они располагаются по адресам. Улица Старореченское строение 15, дробь 4, улица Щерса, дом 38, дробь 11, улица Октябрьская, дом 13, улица Почтовая, дом 61, улица Коширина, дом 1, улица Крупской, дом 14, корпус 2, улица Новоселов, дом 33, корпус 2, поселок Элеватор, а также пятый район поселка Борки. Напомним, что проблемы с оплатой возникли после того, как Почта России перестала принимать платежи за коммунальные услуги. В декабре 2016 года истек срок действия договора, согласно которому Почта России осуществляла прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги. На территории города действует единый размер платы за услуги по приему платежей от населения. При заключении договора на 2017 год Почта России предложила свой размер вознаграждения, который превышает общегородской, что и послужило причиной незаключения соответствующего договора. В январе ситуация обернулась настоящей катастрофой. 42 терминала и кассы КВЦ не справились с возросшей нагрузкой. Образовались огромные очереди, в которых людям пришлось стоять по 5 часов. Новые пункты должны распределить поток граждан. Но будет ли этих мер достаточно, остается вопросом. Напомним, что помимо системы КВЦ, оплатить коммунальные услуги по-прежнему можно в многофункциональном центре и отделениях Сбербанка, Превняшторбанка и Банка имени Живаго, а также онлайн. Сегодня ночью традиционные крещенские купания прошли в Рязани и области. В этом году единственной официальной стала купель на Ореховом озере. Празднование прошло без происшествий. Возле Иордани побывала и наша съемочная группа. Как сообщил начальник Центральной спасательной станции поисково-спасательной службы на воде Рязанской области Михаил Мельников, его подчиненных дежурило у Иордани 7 человек. Их работа началась еще до священного праздника. Водолазы обследовали дно будущей Иордании и удалили оттуда все предметы, способные ранить купающихся. Также, по словам Михаила Мельникова, службу в крещенскую ночь возле Иордании несли спасатели, инспекторы ГИМС, городская аварийно-спасательная служба, федеральные подразделения МЧС, пожарная часть. Иными словами, в мероприятии были задействованы крупные силы охраны, общественного порядка и большое количество спецтехники. Крещение в Рязанской Иордании встретили, по предварительным данным, около трех с половиной тысяч человек. Мы уже на протяжении трех лет купаемся на Орешке. До этого купались в Солочи. Но здесь более цивилизованно, здесь все организовано. Здесь МЧС, скорая, баня на колесах, пожалуйста. Вот уже два раза зашел, сейчас собираюсь третий раз зайти. Вода теплая, отличная организация, все класс. Не забываемое ощущение. Кажется, все снова. Жизнь начинается снова. А вы каждый год купаетесь? Нет, это первый раз для меня был такой опыт. Между тем, купались люди не только в официальной купели. Проруби в эту ночь появлялись практически на каждом водоеме. Всюду много людей, в толпе царит праздничное настроение. Большинство пришедших в купель воодушевлены настолько, что признаются, не замечают холода и ветра. В праздничную крещенскую ночь люди окунаются в воды, подобные водам Иордана. История всего праздника, она значима для всего христианского мира, так как сегодня, в сегодняшний день, благодать Божия сошла на реку Иордан, так как в нее вошел Спаситель мира, который принял крещение от рук человеческих, от святаго предтеча и крестителя Господня Иоанна, который призывал весь народ иудейский для того, чтобы они покаялись и приняли святое крещение. Церковь напоминает, что смыть грехи святой водой вряд ли можно. Для этого нужно очистить свои мысли. А вот заряд хорошего настроения после купания в ледяной воде точно обеспечен. С начала года список неблагополучных семей пополнился новыми именами. Сейчас только в железнодорожном районе в нем числятся около 30 семей и 19 подростков. В зоне риска традиционно находятся те семьи, где матери страдают алкоголизмом. Сегодня в ходе рейда комиссия по делам несовершеннолетних проверила семь из них. Подробности в нашем сюжете. Сложные отношения в семье, грязные стены и тараканы. Комиссию по делам несовершеннолетних не удивишь ничем. Сегодня в ходе профилактических мероприятий они посетили семь семей, где условия жизни детей вызывают серьезные вопросы. Всего же на учете только в железнодорожном районе города состоит 26 семей. В них воспитываются 46 несовершеннолетних. Однако родители не всегда хотят нести за них ответственность. Как правило попадают те родители, в основном мамы, которые злоупотребляют спиртными напитками. Тенденция такая есть. Пьющих женщин очень много. Но отсюда все последствия. То есть не считают нужным, иногда даже не считают нужным и накормить ребенка. В комиссии по делам несовершеннолетних родители негласно делят на две категории. Тех, кто попадает сюда случайно, им, чтобы изменить модель поведения, обычно хватает нескольких бесед и помощи в содержании ребенка. Например, в виде горячей пищи и путевок в детские лагеря. Однако есть и те, кто проблем в семье не замечает. Они могут поднять руку на ребенка, забыть о нем, не водить в школу и многое другое. Женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, ну где-то, я бы сказала, может быть от 33 до 45. У нас было всего две семьи, где и отцы стояли на учете. Вот, как правило, эти женщины разведенные, матери-одиночки. Вот, как правило, эта категория. Неблагопоучные семьи посещают раз в месяц. Если они продолжают вести асоциальный образ жизни, то их могут лишить родительских прав. В 2016 году к двум матерям пришлось применить подобные санкции. Детей буквально спасли от голодной жизни и передали в школу-интернат. Однако, если родители готовы исправиться, то им максимально идут навстречу. Ведь ничто в этом мире не может заменить материнскую любовь и тепло домашнего очага, даже если взрослые немного запутались и оступились. Главное – желание все исправить. С начала Нового года в силу вступили новые профстандарты. Теперь любой человек, не имеющий профильного образования, но на практике освоивший специальность, может пройти тестирование, чтобы получить свидетельство о квалификации. Его можно предъявить потенциальному работодателю вместе с трудовой книжкой. Подробности в сюжете нашего корреспондента. От теории к практике. В России с начала года вступили в силу новые профессиональные стандарты. Это перечень навыков, необходимых работнику той или иной сферы, чтобы качественно выполнять свои обязанности. Документ пришел на смену квалификационным требованиям, принятым еще в 1993-1994 годах. Он позволяет человеку, работающему без диплома, но знающему все тонкости ремесла, подтвердить свою квалификацию. При смене работы такое свидетельство можно будет предъявить работодателю вместе с трудовой книжкой. Профессиональные экзамены, а также оформление их результатов будут проводить центры оценки квалификации. Сейчас, конечно, мы обращаем внимание не столько на то, чтобы человек что-то знал в своей профессии, а сколько на то, чтобы он что-то умел и уже в стенах учебного заведения получал практический опыт, который поможет ему в жизни, потому что знания не всегда, не все могут применять. Новые правила также помогут модернизировать систему образования. Теперь в вузах будут готовить действительно востребованных специалистов, ведь требования работодателя совпадут с учебным планом. И при приеме на работу можно будет показать наработанное за время обучения портфолио, а не слышать очередное «забудьте, чему вас учили». Действующих специалистов профессиональные стандарты будут стимулировать регулярно повышать квалификацию и следить за новинками в своей сфере. Пока тестирование предлагают проходить в добровольном порядке, их результаты не повлияют на работу, но скоро они станут обязательной частью трудовой жизни. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот эти квалификационные характеристики 93-го года, так как они не все заменены профстандартами, они не отменены. Никаким государственным документом. Поэтому, если нет нового профстандарта, пользуются старыми. На сегодняшний день профессиональные требования разработаны для 800 специальностей. К концу года эта цифра увеличится до 2000. В них войдут как зарекомендовавшие из себя профессии, так и появившиеся в последние десятилетия. Отдельно нужно сказать, что с 1 января 2017 года в России вводится новый стандарт для педагогов. И он будет касаться всех категорий, даже тех, кто приобретет уроки физкультуры в фитнес-центрах. Для качественного обучения детей воспитатель должен иметь 18 полезных навыков, а учитель – 20. Среди длинного списка требований – компьютерная грамотность, наличие гибкого подхода к каждому учащемуся, умение работать с проблемными детьми и прочее. Отразится ли это на зарплате специалистов и качестве их работы – покажет время. В этом году вышел первый учебник по географии России, в котором Крым – субъект Российской Федерации. Книга вышла под редакцией профессора РГУ имени Есенина и стала первым учебником, в котором Россия описана в новых границах вместе с полуостровом. Символично, что учебник вышел в свет в преддверии Дня Республики Крым, который с 1991 года отмечается на 20 января. Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который находится в северной части Черного моря. У республики есть собственная символика, герб и флаг столицы, является город Симферополь. С 18 марта 2014 года политический статус Автономной Республики Крым – субъект Российской Федерации. Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствующий документ подписали президенты России Владимир Путин, руководители Крыма и мэр Севастополя. Российская Федерация тем самым изменила свои границы. В основном это старые учебники, которые были написаны еще во времена Советского Союза. Это учебники по физической географии СССР. Они очень хорошо написаны, они богато иллюстрированы, они содержат хорошую детально расписанную информацию, отличные карты. Вот только страна изменилась, изменились ее границы. И потому, конечно, назрела необходимость написания новых учебников. Профессоры Рязанского университета имени Сергея Есенина, Вячеслав Кривцов и Алексей Водорезов три года работали над новым учебником. И вот результат их труда. Учебник по физической географии и ландшафтам России. Это первое в истории пособие, где Крым в составе России. Особенность нового учебника в том, что он электронный. Да, конечно, у многих людей ностальгия по бумажным учебникам, которые, безусловно, приятно взять в руки, полистать. Однако электронный учебник имеет массу преимуществ. Ну, во-первых, он совершенно бесплатно размещен в интернете. И на сайте Рязанского государственного университета любой житель не только нашей страны, планеты, обозримой части Вселенной может найти информацию и почитать любую из нужных ему глав. Этим учебникам, кроме того, удобно пользоваться. Электронная форма – новое веяние. Через пару недель, то есть во втором семестре, студенты РГУ уже приступят к обучению по учебнику нового поколения. На этом все. Новости и другие программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова